У кого получилось написать такое письмо еще раз? Не пробовали? Не было бы было. Или необходимости не было? Добро пожаловать. Как вам сказать? Потом период какой-то пройдет. Самое сложное это, конечно, обнаружить это в себе, идентифицировать каким-то образом. Сказалось бы, у нас все приглажено и все хорошо. Когда начинаешь писать. И что получается? Обнаружил это в сал. Много интереса. Что оказывается, одного письма мало, да? Слишком много. Здравствуйте. Сегодня у нас приключительная встреча в этом учебном году. Вы как-то учебными годами занимаетесь. То есть у нас тоже заканчивается в мае. Начинается следующий цикл, следующий в сентябре. В сентябре, в начале, в сентябре. Мы уходим на летний конец. Со мной, другими из вас, мы пророжим учения. Фактически со всеми. Честно говоря, у меня есть не все, не все, не все, не знаю. Я просто, что я знаю. Видите, как вы? Ольга. Ольга, вы оставите мне свой телефон? Чего? Какой-нибудь контакт? Любой. А вообще есть ты сама? Ну да. Сейчас Ольга вторая анкета собирала, она на работе, в лагере. Я не смогу так быстро найти. Чтобы не могу больше, но быстрее, я просто оставила на себя. И так, я к чему задал этот вопрос? Пробовали вы еще что-нибудь написать? Написал. Хотел вопрос? Это письмо любви, которое в прошлый раз на источниках писали. Помни? Да. Да. У вас уникальные получились письма, а карга и нация, она относилась к разным областям вашей жизни. И потом я ищу. И потом. Как бы уже другое, да, у меня вспомнило, появилось. За что мне стыдно, за что мне гневно. Если дома поработаю еще, да? Да. Ну и как? Какие у вас есть темы? Есть чем поделиться, можно что-то сказать, если... Никто вас не тянет, смотри, как у вас пожелание. А другие что-нибудь не тянет? Никто не тянет, как сказать, либо никто не признается, что кто-то с утра писал, либо действительно никто ничего не тянет. Ну вот это же хорошо, когда мы говорим. Я когда-то это поняла, но когда-то я поняла, что нужно проговаривать. А вообще для женщины это единственный способ избавиться от этого всего негативных эмоций и способ, который полагает, что вы кому-то открываетесь. Это не обязательно там самый близкий человек, это просто может быть тот, кто способен выразить сочувствие, войти в ситуацию какую-то, к сожалению, близко к у твоему. Ну вот я, знаете, могу одно сказать, вот что мне так стыдно было, я готова была провалиться сквозь пол в тот момент. Приехал учитель, и там говорили, что нужно, а он с переводчиком, нужно из Багавадгиты задать какой-то вопрос. Но у меня правда там был вопрос, и я его задала, и он какой-то такой неказистый получился. И мне казалось, что вот на меня все смотрят, какая я дура. И как, что все поняли, что я задаю этот вопрос только потому, что это задать учителю благостно. Мне было так стыдно. Ой, я подумала, вообще, вот, я даже сейчас это состояние помню. А учитель отметил? Ну, как-то он не понял, что-то там непонятно, что ли, что мне там непонятно. Он что-то говорил, но как-то он так еще, знаете, мне, наверное, это казалось, что он как бы недостаточно на меня, мне это объяснил, рассказал. Так бывает, да, когда мы хотим задать вопрос, и с целью не получить ответ, с целью кем-то показаться, да, может быть, следующим, начитанным, уже предполагающим, что ответ какой-то уже точно надо. Поэтому сравнить ответ тот, который мы получим с тем, который у нас уже в голове крутится, да. Либо еще интереснее, когда мы хотим показать свою осведомленность в каком-то писании, еще начнем цитировать его, да, тут же процитировал, сказав, что вот там в этой строчке написано вот что, а я не понял вот эту строчку, да. И всем должно показаться, что мы это все уже изучили давно, и, как сказать, такие начитанные. И как-то у вас высится даже, да. Ну, наверное, все присутствовало. Почувствовать себя более значимым в отношении к другим, кто не задал такого вопроса. Были на уровне, да, на уровне. Не все же задавали вопросы, а я вот такая. Это, кстати, ощущение приходит не сразу, а только потом, да. Вначале вам кажется, что как-то... Нет, мне сразу было стыдно. Я сразу поняла, что надо было мне вообще сидеть, а мне задавать. Но сначала же мы задали, думали, что надо задать. Да, я думала, как еще говорят, ой, это очень интересный вопрос. Мне казалось, что это вопрос интересный, и это разовлет какую-то тему. А он как-то так вскользь об этом сказал. Можно, как раз вопрос был задан, как сказать, неискреннее настроение, да, получился опять такой же, да. Человек, который понимает, который очень трудно обмануть, он понял настроение, да. Я подумал, что если я сейчас отвечу как-то очень, так сказать, научно, да, по писаниям, то это будет немножко смешно. Надо просто дать человеку понять, его положение дать понять, да. Всё, и вы поняли, да, своё положение очень быстро. Я поняла очень хорошо. Ну, другие, там, не размышлял я над другими. Ну, вообще интересная, вот, здрасте. Вот, как бы. Эту практику я вам, как сказать, рекомендую, эта практика, на самом деле, этой практике сотни тысяч лет. Это не какой-то новогодний психологический тренинг или упражнение, которое позволяет каким-то механическим образом всё это пережить. Эта практика называется анартха-неврити. Такой есть этап духовного развития. Анартха – это то, что нам мешает. Анартха-неврити, избавление от анартха, анартха – это то, что мешает. Анартха – это, как сказать, артха с санскрита переводится так, что-то полезное, получение выгод. От слова артха, кстати, происходит слово артель. То есть собрание людей, производящих, занимающихся чем-то очень хорошим полезным. Анартха – это избавление от грехов. И эта практика очень хорошо позволяет эти грехи все поднять на поверхность. Да? Ну а что это ещё по-нашему? Как это? Если меня что-то злит, значит, что-то во мне не так, правильно? Анартха – ну а потом и посмотреть, что злит. У другого же человека это не злит, а он меня злит, это во мне. Анартха – если у меня за что-то стоит, то это не точно. Если я чего-то боюсь страшного, то надо смотреть, откуда этот страх у меня растёт, откуда он происходит. И такие вопросы – это что нам позволяет? Это позволяет нам увидеть, какие же у нас на самом деле потребности, потому что там последние, в национальной частности потребности, последние же два пункта – это я верю, я хочу. Обязательно, иначе без этих пунктов, как сказать, не будет замокрения, а просто перечисления всего того, что мы переживаем, и всё. Женщина, ну как, может написать это всё? Вы можете там перечислить всё, что хотите, где вы верите, во что вы верите и что вы хотите. Ну, конечно, в близких ситуациях это будет. Понятно, что вы, что надо написать то, что вы хотите, чтобы какая-то ситуация описывает вам, как она решилась, или как она начали двигаться в каком-то направлении правильно. Ну, по большому счёту, это можно писать не оптимистический такой взгляд в жизни, можно писать очень широким размахом, чего вы хотите и во что вы верите. И даже посмотреть, вот, например, год, да, ну, полгода, да, посмотреть, что там вот было в мае, а что будет там в декабре. Наверное, это тоже будет по-другому. Вот что, вот во что я вижу, допустим, я написала, и чего я хочу, а потом через месяц, вот что. Оно же как-то вот приходит. Приходит? Ну, уицей. Понимаете, пока мы это намельбались, мы не можем понять, чего же мы на самом деле хотим. Какие у нас потребности, а какие вообще национальные потребности есть? Да. Ну, чего мы хотим с точки зрения? Счастья. Ну, только общее понятие, а если вот детально? Чтоб хорошее настроение было. Ну, да. А мы от чего приходим к хорошее настроение? Женщина, а чего бывает хорошее настроение? Света столь. От удовлетворения, наверное. Про мужчин сказать. Да, от удовлетворения. Так, а удовлетворения от чего? От желания. От желания удовлетворю. Ну, хорошо. От желания-то вот уже хорошо, давайте все-таки замкнутый круг получился. От желания. От чего? А какое желание? Ну, вот, например, вышел на природу. На природу вышел вот желание вот любоваться, наслаждаться небом, там, зеленью, птичками. Вот оно удовлетворение, желание. И отсюда счастье. А в отношениях, например? Мы эмоции, как мы испытываем, когда отношения у нас какие-то есть, правда? Ну, чего хотим в отношениях? Да, заботы какой-то, да, поддержки, ласки, тепла, да? Или нет? Они даже не поняли, что это. Как-то не вижу я, что это все очевидно. Счастье, когда тебя понимают и когда понимаешь ты. Да, понимание хочется, да? Ну вот, видите, маленечко поняли, да, чего они хотят? Да, конечно. Задумался, мы вообще знаем, чего мы хотим. А может и не знаем. Я вот не знаю, от чего счастье, я даже что-то не знаю. Вот, от заката, от восхода, несчастья. Ну, в конце концов, это надоест. И когда-нибудь кончится. Восход, вы не ночи, но необитаемый остров, сколько этих историй, да? Чего надо человеку, который живет на необитаемом острове? У него заката и восходы сколько хочет каждый день. И все таки. Чего ему надо? А на самом деле женщина никогда не знает, чего она хочет. Ну, она хоть и не знает, но как только она начинает об этом говорить, она уже сразу узнает. И каждую минуту новое что-то, поэтому… Да. Если вы помните собрание, когда у нас выступали две женщины, они 20 минут только подходили к вопросу. И у них была единственная, значит, фраза ключевая. Подождите, я еще не договорила, если ты не начала. И одна, и другая там. И одели, и ротки. Все как-то. Если нет кончился, еще не приступили. Поэтому на эту природу, на эту потребность очень легко можно понять свои желания, что ли? Понять их, как эти желания гармонизируют. У нас есть, как мы говорили, четыре уровня желаний. Это какие? Ну, да, четырех, так сказать, первых мы испытываем желания, которые мы хотим все-таки гармонизировать. Кто первый у нас? Мужа. 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 Вот. Кто там разум, да? Да. То есть надо какую-то цель в жизни преследовать. Разум. Ум. Ум. Или эмоции. Ум. Ум. Последнее тело, да? Желания тела, они очень простые, они практически как тело. На животном уровне человек живет, ничем не отличается. Кто главный в этой таланде, так сказать? Душа. Душа. Потому что те желания души, это и есть наше истинное желание. Но проблема в том, что, находясь в этом теле, находясь в этом мире, имеем грубое тело и тонкое тело в видеоморазумов, надо достичь такой гармонии в этих желаниях, чтобы... одно, как говорят, не противоречило другому. Вот это, кстати, дисгармония или отсутствие возможности эту гармонию получить, оно создаёт очень большие проблемы. Самые большие. Душа хочет одного, а цель в жизни какая-то вообще интересная поставлена, причём, как мы говорили, совершенно не связанная со счастьем. как цель в жизни женщины, допустим, если она ставит карьеру целью жизни, мы уже много раз об этом говорили, то вряд ли она достигнет счастья в этом плане, потому что там никогда не было счастья на работе для женщины. Про это очень много. Кто-то в тушь мог бы практически в каждой лекции рассказывать. Таким образом, должна женщина на работе работать, если она вообще работает. И вот эта практика, она... Практика – это написание тип писем любви, она позволяет как раз нам высвободить энергию, высвободить, дать понимание наших желаний, что я действительно хочу, потому что это всё завалено этим пластом. Наши истинные желания завалены пластом этих негативных эмоций, потому что мы боясь что-то переживать. Мы думаем как? Наше счастье где? Там, где мы никогда не будем испытывать гнев, там, где мы ничего бояться не будем, где мы ни о чём не будем сожалеть, и нам не заснуть и будет стыдно. Правильно же? Это идеальное положение. Если мы, на самом деле, если мы так настроены, значит, как мы уже говорили, эта цель, поставленная нами, не является нашей истинной целью. То есть мы замещаем эти желания, объявляем, что мы чего-то хотим, а на самом деле мы этого, может быть, даже совсем не хотим. Но это же нужно понять, что уже потом, что мы не хотим, а сначала-то мы хотим. Да, и вот получается очень интересная картина. Достигнув этого, человек не становится счастливым. С другой стороны, вот, как сказать, мы не можем, вот я не знаю, как у других, но у меня, по крайней мере, вот пожелаешь чего-то, захочешь, да, и у тебя и желания эти очень быстро меняются почему-то. Вот сегодня захотел этого, завтра другого. Вот нету постоянного желания, которое бы вот сопровождало тебя, например, ну, достаточно длительное время. Вот ты вот хотел бы вот этого, такие желания вообще крайне редко бывают. То есть исполняются, я так понимаю, желания все равно те, на которые мы медитируем, а которые вот у нас как бы залетели к нам, вот мы что-то увидели и захотели, да, тоже вот как бы себе там что-то, то это какие-то мимолетные желания, которые у нас как бы тают вообще как дым. И таких желаний, на самом деле, очень много. Истинных желаний вообще очень мало бывает, вот по жизни, вот действительно, вот когда вот ты захотел чего-то, вот всей душой, да, всем сердцем, и ты понимаешь, что тебе вот это вот, это что-то вот изменит, это что-то такое, что изменит твою как-то жизнь, или что-то вот тебе очень-очень важное. Да, и мы говорили, что проблема-то в том, что даже поняв какие желания, сразу, так сказать, человек понимает, увидеть, что за этим стоит огромная работа, то есть нужно что-то за это заплатить. Причем довольно такую высокую цену, отказаться от чего-то там, как-то изменить свой образ мыслей, свой образ жизни. Принять какую-то аскезу. Да, ну да, то есть что-то, отречься от чего-то, да, как говорят таким языком. Слав, ну вы же это говорите про хотя бы страсть или благость, а в тамосе там счастье нормальное, без аскез происходит. В тамосе есть желание? Тоже есть желание наслаждаться. Кто пищей, кто сном, кто еще чем-то. В тамосе это вот желание тела, то есть человек что-нибудь, он думает, что если удовлетворяет желание тела, то ему будет хорошо, да? Вот у тебя жизнь. Желание тела сделал своими желаниями, все. Поесть, поспать там. А с кестой все равно никаких нет уже. Ну, где счастье нет. Ну, задумывается человек все равно. Вот поел, поел, вкусно там, добился, приготовил, наелся. Нет, что-то опять не то. Ну, Лила Смарна. Разочарование. Все равно разочарование придет. Да, как я и говорю. То есть человек в тамосе удовлетворяет свои желания или половая жизнь, да? Вот кажется, что ох, 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 а потом думаешь, господи, нет, это не то. Надо что-то еще. Наверное, если сам человек аскезы не хочет делать, за него природа карму сделает. Наверное, да. О чем вот Слава говорит. Может быть, она все равно толкает, направляет. Она его ограничивает. Его желания. Ну, вот как у меня. Вот раз и опять разочарование. В тамосе вот именно это. Тогда, когда раз и опять не то, и опять не то. Ну, это же закономерный результат желаний. Ну, значит, это двигатель все равно. Ну, как Слава скажет. У вас, я так понимаю, какой спор? Какой родной вопрос? Рыбатые, рыбкие. Хорошо или плохо, что там тамосичные желания выполняются, вроде как двигатель, они говорят. Желание тела – это вообще не желание, это просто потребности, которые нам нельзя игнорировать. Вот это все. И сделать свои цели удовлетворения этих потребностей – это, как мы уже говорили, животный образ жизни. Если человек хочет стать животным, в следующей жизни он себе готовит очень хорошую очередь для этого. В следующей жизни ему не потребуется ни желания, ни ума, ни разума. Кстати говоря, насчет ума еще поспорить нужно, потому что у животных тоже есть эмоции, правда? На уровне ума живут очень большие. Если они хотят испытывать наслаждение тоже, но наслаждение сводится к удовлетворению потребностей тела. И, в общем, так, в минимальном виде помощи эмоций. Видели, как собаки там радуются, улыбаются, хвосты убирают. Все-таки это же не, как сказать, тоже какая-то определенная эмоция. А как они любить могут? Навсегда и на всю жизнь может сидеть на том месте, где потерял хозяина. Один пёс там семь лет ждал, ему памятник даже поставили. Как преданного. Животные они не любят, а у них это срабатывает. И пищевой. Что, он семь лет сидит, ждет пищи, ему носят пищу. Нет, ну вот они привыкли, что хозяин ее кормит. Они этого ждут теперь. Вооблемо в том, что когда мы объявляем какие-то желания своими, и они не являются нашими истинами, во-первых, мы не достигаем счастья, а во-вторых, с нами нельзя строить отношения, потому что мы не искренне с ними. Ну как? Мы не можем сами себе сказать, чего мы хотим, и поэтому никто не может даже нам это дать. Вот мы говорили, да, представить, если вы исполнились сразу, вдруг эти желания начали исполняться. Сам не советуем. Наверняка есть вот эти вот все эмоции, они сопровождают как раз именно эту сферу достижения этого желаемого. И обязательно, когда мы будем стремиться к этому, мы будем испытывать гнев на людей, которые нам мешают, гнев на обстоятельства, которые они позволяют нам это получить. Будем испытывать страх, что это все никогда не дождемся в общем, времени у нас не хватит, или силы хватит. Мы будем испытывать сожаление, что это желание, или мы не захотели этого раньше, или что были какие-то возможности, и они сейчас впущены, и нам, естественно, будет стыдно. стыдно, что мы поливали чего-то хорошего, или может быть чего-то такого, что как-то кипят в разрез, с общепринятым. Например, представьте, что вас пригласили на банкет. Банкет, где обычный банкет, сидят люди, забывают закусы, свадьбы. И естественно, всякие разнообразные блюда, там, икра, начинаем все такое. И вы сидите вот, ну, хорошо, те, кто принял, так сказать, вегетарианский образ жизни, вегетарианскую пищу, какой способ вы изберете? Пойти или не пойти? Пойдете, не могу? Нет. В зависимости от того, кто пригласил. Можно пойти, но кушать только то, что можно вегетарианцу. То есть сядете в углу, возьмете там три колечка помидора себе, и на вас все будут смотреть и показывать пальцем. Вы будете так думать, что на вас будут показывать пальцем? Нет. Вы же пережили все это, такие периоды. Вы уже грамотные, да? Все пережили. А когда первый раз пошли, хорошо? Ничего страшного. Было страшно, что на вас обратят внимание. А было, например, все встают, тост произносить, а у вас там сок налит, или компот какой-то. Выпьем за молодых, называли. Я даже не смущалась в этом случае. Нормально. Я вот, я просто приняла, вот, вот, думаю, ну, если кому-то это, как бы, не нравится, ну, чем вот это может другого человека покоробить? Если я, например, буду кушать за этим столом то, что я хочу, могу, ведь могут быть разные причины, правильно? Там, диета, там, болезнь какая-то, да, ну, как бы, не позволяет, как бы, кушать все, например. И таких случаев, как бы, очень много. Но так или иначе, были какие-то ощущения, сказать, дискомфорта какого-то? Наоборот. Я, я вообще в таких случаях, я бываю очень веселая была, то есть, пила там газировку, там, сорт, ела все, и, и, и была такая же наравне, как все, веселилась, и никто даже внимания вообще не обращал на то, что я ела, и что, что я пила. А вы вообще не болели. А зачем? А если друг, если какой-нибудь подруг, то, вашу не дошли. Или по работе, например, банкет. Не пойдете? Потому что вы египетариан. А если свадьба, например, вашего, а если начальник, не пойду, пойдете? Скажите, оп, ты не пьешь, не будешь в нашей бригаде работать. Да? И все алкаши проголосуют. Да, давайте ее выгоним, но с нами не пьем. И слава богу. Пускай сами с собой это праздник. Это реальный случай насофика, постоянно вот такой. Если не пьешь, то не будешь насофика работать. Ну, такой начальник, от него и уходить надо. Все полностью. Вам нужно поклятие такого человека, начальника вашей? СКК все пьют. Нет, неправда. Здорово? Неправда. Нет. Иначе вы не поняли. Я сколько в компании была, если не пьют, меня никто не заставит. Я это так себя преподнесу, мне никто и слово сказать не скажет. Если что, отшучусь как-нибудь так, или не придам значения, да и все. Да, от хорошего рабочего, или хорошего работника, никто не откажется, в любом случае. и не важно там, дети, или люди. Да, как бы не самый сильный вариант, это, конечно, отказаться, но, если вы чувствуете, что вы будете все-таки эти эмоции переживать, что вам будет стыдно, что вы там где-то в углу, в одиночестве, не очень-то общаясь с кем-то, или общаясь даже, но не кушайте то, что все едят, что вы не пьете то, что все пьют, и из-за этого вам как-то будет стыдно, то лучше, конечно, вариантом, так сказать, самым, ну, таким, сильным будет идти на этот банкет и понимать, что... А почему бы за мою идею, так сказать, за мой вкус счастья, за мой вид, вот этого самого светлого, того, что я желаю, почему бы мне не испытать эти эмоции, потому что, если мы не переживаем эти эмоции, если нам ни за что не стыдно и нам ни за что не страшно и так далее, значит, это просто не сфера наших интересов, нас вообще не волнует. Но если мы эти эмоции превозмогаем себе, то есть переживаем, значит, мы прогрессируем. Вот в чем принцип. И поэтому с этой точки зрения эти эмоции нельзя назвать негативными, потому что такие же они негативные, если они четко указывают на то, что мы движемся в правильном направлении, что у нас цель очень высокая, очень хорошая. Почему бы за нее, за эту цель, ну, не переживать? Значит, то, что то еще все-таки мы избрали в качестве своего пути. Другой вопрос, где уместно эти эмоции прорвать, а где неуместно, помните, мы говорим, то есть человек, который эти эмоции постоянно сдерживает и не знает, как их проявлять, он потом начинает проявлять где угодно, и к месту, и не к месту. Помните, люди начинают без того ни сего то бы терпели, без того ни сего скандалы, какие-то разборки, клики. То есть нам важно понять, что исполнение этих желаний обязательно будет сопутствовать все эти эмоции, обязательно, без них никак не обойдешься, потому что это та самая цена за счастье, которую нам иметь вот этим побочным продуктам, побочными объемами. Слова? А можно вопрос? Вот, по этой теме. А если человек не испытал негативных эмоций, вот как Наташа, например, или как я, это что, выходит, не заплатили за свое представление о счастье, или это какой-то другой случай? Да это ни тот, ни случай, вы просто не помните, что раньше было. Вы вспомните хорошо, когда вы только-только... Мы со страданием относились, и думали, что я не доедаю, и все время что-нибудь лучшее пытались из викторианского подсунуть. Видите, вы вызывали жалостью людей. Это видно. И в центр внимания получается, что ты в центр внимания, все стараются... Ну это неудобно, конечно. Либо подумаешь, что человек какой-то больной, да, ну в смысле, мужчина на больной. Была статья такая даже, членом вредительства за викториантов в Советском Союзе. В тюрьму же даже сажали. Да. За членом вредительства. Не как все. Либо подумаешь, что, как сказать, все, кто попал какой-то. Да. Да? Все, все, кто попал. Когда уходили, никто не попрощался вообще. А ведь на самом-то деле никто не обиделся, это по большому счету их проблемы, да? Ну, подумаешь, что-то там как-то... Как-то, может быть, не как все себя в смысле питания вели, но вышли, как сказать, никого не оскорбили, да? Никого не обидели, не хотели этого, по крайней мере. Ну, подумаешь, что они... Если нам представить, что они... Вот сейчас начнут исполняться желания, мы сразу как начнем загонять их под ковер, потому что это очень большое беспокойство вызывает. Если исполняться... Да. Чуть-чуть. То есть ни за что не боялся, ни от чего стыдно не было, ни за что не гневался, вообще здорово же жил, а тут начнет все. Происходить и что будет там нет. Понимаете? А это что значит, что эти эмоции управляются? Значит, снаружи выходят наши качества какие-то, правда? То есть, которые, высказывают, грехи еще, это самое, анартка, невритая началась. Почему одинокие люди такие, ну, как сказать, им комфортно жить одиноком-одиночестве? Потому что никто не видит их качества, никто это на улицу, так сказать, не вытаскивает. Одинокий мужчина, невзокая женщина, очень здорово живут. Они прямо само собой, они о себе думают, что очень совершенные личности. Или не так. Но зачем им не вот эти два свидетеля, которые постоянно... Потому что невозможно все время играть на людях, находясь в компании с кем-то, находясь в общении с кем-то, невозможно все время как-то выполнять какую-то роль. Все равно что-то выскочит, какая-то шутка, какая-то привычка, какие-то... Чего? Желание, которое действительно человек высказывает, и что? Человек одинокий думает, да вообще мне это надо. А вообще зачем он тогда живет? Так у человека. Вот он так и живет, что ему это не хочется. Но фарма-то его, значит, не исполняется, то есть он не развивается. Почему он в обществе может... Он считает себя очень возвышенным. И поэтому не очень-то хочет появляться где-то в обществе, именно в близком общении, то есть не строить отношения. Да, вот это самое важное. Он же может служить вообще целому обществу. Это понятно. Это личности возвышенные. А есть ведь такие, которые живут чисто на материальном уровне и просто прячутся от людей. Прячутся, закрываются, дорого смотрят телевизор там, или там максимум куда-то спорят. И чтобы их не беспокоили. Мне кажется, все равно жизнь устраивает такие свистопляски. Вот я про себя как бы скажу. Вот я жила одна, да? Ой, я такая спокойная, спокойная. И вдруг у меня родится внук. Ну не у меня, а и все. Я его хотела, я его не хотела. Ну я как бы... А он вот появился и началось. И я... Эта жизнь мне устроила вот такое... Испытание? Да. Проявление ваших эмоций. Да, то есть она меня вот толкнула. Я бы на это никогда не пошла. Хотя сказать, что одиночество очень удобно тем, что никто не вытаскивает из себя пастыдных качеств, которые они точно есть. И поэтому человек в этом комфортном состоянии... Мне кажется, нет одиноких людей. Или есть? Почему? Есть. Есть люди. Все равно есть соседи, которые... и не один такой... Которые вытаскивают или там еще где-то на работе или родственники все равно вытаскивают. Человеку невозможно закрыться абсолютно от всех, правда? Кто-то и обязательно это вытащит. Вопрос в том, берет ли на себя ответственность за это человека или нет. То есть он соглашается заплатить цену за отношения или не соглашается. Соглашается... Вот я еще добрым привяжусь к этому человеку, да? Потом буду бояться его потерять там... Ну да. Вот такие мысли, да, бывают. Сейчас же ему никто не нужен. Мне вроде нормально. Я никому не нужен. Свободно, хорошо. А если вынуждены? Вынуждены. Вынуждены так жизнь сложилась. Вот так вот бывает же. Так случилось. Значит, другой вариант. Это когда у вас не было вашим желанием чтобы быть одиноким. Это вынужденный вариант. Это временная вещь. Проверки это временные. Если у вас желание не быть одинокой, оно исполнилось. Только это надо готовым быть заплатить цену. Пойти на это. Да. То есть воспринять второго близкого человека как который тебе помогает чистить свой характер. То есть и нужно, наверное, на это идти. А многие боятся потому что это материальное удобство, спокойствие. ни в чьем. И вот это вот как говорится болото не треснет. А что-то хочется все равно. А что-то хочется. А хочется того, чтобы, наверное, что-то все-таки изменить в себе. А когда близкий человек он изменяет очень, наверное, сильно больно. И мы от этого опять отодвигаемся. Вот это вот опять колесо крутится. Не знаем, куда кинуться. Понимаете, у души, душа у нас тут главная, у ней такой особенности ее жизни. Она не может жить без желаний. А единокий человек как раз-таки пытается все эти желания себе подавить. Эмоциональные, по крайней мере. То есть не хочется ни с кем строить отношения, значит, просто живет как растение такое. Я никому не нужен, мне никто не нужен. Ну что вы имеете в виду? Мне ничего не надо там никаких-то. А если, допустим, живу одна, к примеру, у меня есть дети, есть о ком заботиться, я постоянно рядом с ними, у меня заботы сплошные. Это совсем другое? Конечно. Конечно. Я имею в виду вообще одинокий. То есть детей нет. там внуков нет, там близкого человека нет, вообще никого нет, родителей нет. Ну, по крайней мере, в ближайшем окружении то есть заботиться вообще не оформлена. Но ты единицы, я думаю. Но ты единицы, да. Но, кстати, к сожалению, все больше и больше молодежь и уже постарше люди, которые понимают, что такой образ жизни очень сильно устраивает, они вообще не стараются строить отношения. В этом плане полный ноль. Это тяжело. мне кажется, это очень тяжело. Как так можно замкнуться сам в себе? Да они не смыкаются молодежь, это компьютер. Они там бы играли как бы искусственно, как бы удовлетворяются. все это искусственно, а своего-то нет. Они удовлетворяются таким образом. В этом плане есть фильм такой, «История мальчика» называется, английский, американский, не помню. Югран там играет бланной роли. Там вот эта философия одиночество изложено идеальным образом. То есть нормально одному очень хорошо, спокойно вообще все. Никто не беспокоит, приходит, если бы человек живет. Ну, это желание души никуда не денешь. Поэтому они все-таки желание есть, но человек боится. Нормально никуда не двигаться, не заниматься духовной практикой. Сейчас займешься духовной практикой, тебя там просто нарядят еще и на улице выглядит. А если, не дай бог, кто-то с работы увидит, тут все. Ты что, с этими что ли тоже? На самом деле эти практики очень красивые. Просто обмывательским взглядом совершенно никак таким образом не отражают истинное положение вещей. Итак, настоящее желание, настоящее отношение это когда мы высказываем свои желания искренне. Тогда мы можем строить отношения. Слух или на бумаге? Что срабатывает лучше? Бумага? Знаете, и так, и так, потому что когда мы начинаем строить отношения, начинаем понимать, что высказанные пожелания, вот эти высказанные, они не очень легко достижимы, практически недостижимы без сотрудничества с другими людьми. Мы говорили, что вначале нужно преднаться самим себе в этом, и очень хорошая практика высказывает эти желания молитвы, то есть тому же вовно существу, которое без всякой зависти, без нашего принуждения и побуждения, без каких-либо корыстных мотивов исполняет наши желания самоврождение. Если нам сейчас что-то страшно, то как нам должно было быть страшно в первые минуты нашей жизни, когда мы 50 сантиметров меньше весом и вообще родились в таком положении. Это самое страшное положение. Человек ничего не видит, стоять не может, ходить не может, ничего брать не может в руки, кушать не может. Кто поможет вообще? Надо от страха просто сразу самоубийством покончить жизнь и за месяц. Ну, этого не может. Это самое страшное положение было, однако как-то выкарабкались, выжили. А чего сейчас боятся, когда мы уже не 52 сантиметра и не 3 500, а больше? Чего боятся в таком положении? Это значит, мы забыли вообще, кем мы являемся, твоей духовной природой вообще? Позабыли. То есть близкие отношения, которые могут сложиться, если мы искренне высказывать свои желания, их невозможно строить в одиночку. То есть надо с кем-то сотрудничать, нужно с кем-то общаться и высказывать то, что мы хотим. Если мы теряем связь со своей духовной природой, со своей связью с Богом, то мы становимся неверующими. Есть такая фраза «неверующие уже наказаны». А неверующие уже наказаны. Чем они наказаны? Тем, что они не верят в то, что их желание исполнится. И это значит, что я всего, что я хочу, я должен добиться сам или сама. выклонения, выклонения. Выклонения.